ФАМАТА ТАУДУ БИ ТАУБАТИН ВАМАТА ФУАДУ КАЯСТАФИН Мы все еще говорим с вами о словах Аллаха «Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен». Есть великая ситуация, о которой нас предупредил наш пророк, салаллаху алейхи вассалям. Он рассказал нам, что в Судный день всемогущий Аллах скажет Адаму «О Адам, выведи тех, кому суждено оказаться в огне». Смысл этих слов таков «Вот твои дети, пусть те, кому уготовлен ад, пройдут в ад, а те, кому уготовлен рай, пройдут в рай». Адам спросил Аллаха «О мой Господь, сколько человек мне выпустить?» Аллах ответил ему «Из каждой тысячи человек направь 999 ват, лишь один из тысячи попадет в рай. Один». Сподвижники Мухаммада испугались и спросили у него «О посланник Аллаха, а кто из нас будет тем единственным, кто спасется от огня?» Он ответил «Радуйтесь, ибо один будет из вас, а 999 из народов Яджуч и Маджуч». Затем, в то время, как они находились у пророка, салаллаху алейхи вассалям, снизошло откровение. Он улыбнулся, поднял голову и обрадовал людей. Аллах сказал мне, что моя умма составит одну четверть обитателей рая. Перед тем, как продолжить хадис, я хочу прояснить один момент. Если смотреть на хронологию, мы последняя умма. Мы не из числа первых. Мы самые последние. История нашей уммы в масштабах мировой истории продолжается лишь 1400 лет. Это очень маленький период. Если сравнивать с историей в десятки тысяч лет. Сколько людей было на нашей земле? Это число знает лишь Аллах. То есть, мы как умма малочисленны. Но при этом среди нас больше всего преуспевших. Четверть рая – это умма Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Сподвижники обрадовались, услышав этот хадис. Через некоторое время откровение опять было послано Мухаммаду. И он поднял голову, обрадованный хорошими вестями. «Мой Господь поведал мне, что моя умма составит половину обитателей рая. Половина рая – это мы, умма Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям». В другом хадисе говорится, что он сказал, «Обитатели рая выстроятся в 120 рядов. 80 из них будут из этой общины, а 40 из других общин. Тогда выходит, что мы составляем две трети жителей рая. Мы – умма Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Это великий дар, дарованный нашему пророку, салаллаху алейхи вассалям. Посмотри, каково твое место в мире, о тот, кто следует за этим великим пророком. Почему оно так высоко? Потому что ты научился у пророка, салаллаху алейхи вассалям, единобожию. Нет Бога, кроме Аллаха, и воистину нет достойного поклонения, кроме Аллаха». Посланник Аллаха говорил о приверженцах таухида. Среди людей во время сбора вы будете подобны белому волоску на шкуре черного быка. И вы один из таких. Понимаете ли вы всю ценность этого блага и этого положения? Оберегайте свой таухид, оберегайте его. Попытайтесь сделать так, чтобы вы покинули этот мир с ним в сердце, потому что именно он спасет вас, если будет на то воля Всевышнего. Также пророку, салаллаху алейхи вассалям, был дарован Аль-Хауд, водоем на площади Воскрешения. В него попадает река Каусар из рая. Аль-Хаудсар была дарована пророку, салаллаху алейхи вассалям, и из него будет пить его умма в тот долгий день, когда солнце будет приближено к людям. Как пророк опознает свою умму? Это также один из даров, которые дал ему Аллах. Он узнает их. Пророк говорил, если бы у одного человека был конь с белой звездой во лбу и белыми кольцами на ногах, то разве он не узнал бы своего коня среди других черных коней? Он имел в виду, что у представителей его уммы есть отличительные знаки, о которых он знает. Разве он не узнал бы своего коня среди других черных коней? Сподвижники ответили, узнал бы. Таким же образом нас узнает и пророк, салаллаху алейхи вассалям. Он узнает нас среди людей, потому что в наших лицах, руках и ногах будет нур. Вот для чего выбрали омовение. Итак, нам дарованы великие блага. Умма Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, не отправится в ад. Умма Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, составит две трети рая. Умме Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, будет даровано великое заступничество. Умма Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, будет теми, кто выпит из реки Каусар. Умма Мухаммада укроется в тени Аллаха в день, когда не будет никакой другой тени, кроме его. Все эти блага были дарованы Аллахом своему возлюбленному пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поздравляем того, кто жил по Сунне и умер соблюдающим Сунну. Почему? Потому что когда он будет пить из водоема Аль-Хауд, он увидит свой народ и попытается позвать их. Однако ангелы встанут между ним и ими и скажут, ты не знаешь, что они делали после тебя. Это те, которые изменили, те, чья жизнь прошла в заботе только о мирском, те, чья жизнь прошла в обмане, и те, чья жизнь была потрачена впустую, без послушания. Тогда он скажет, прочь, прочь те, кто изменил религию после меня. Поэтому будьте осторожны, чтобы не стать одними из таких людей. Следуйте его пути. Я прошу Аллаха сделать нас его любимыми рабами.